Они отдали свои жизни за страну, а теперь их жены и дети на грани выживания. Сотни семей погибших атошников не могут получить компенсации. Все потому, что формально бойцы умерли уже не в статусе военных. К примеру, от ранения, но после возвращения с фронта. Их родственникам приходится через суд доказывать причинно-следственную связь. И причина тому уже традиционная для Украины. Дырявые и несовершенные законы. Инна Томина нашла героиню, для которой бездеятельность депутатов может стать личной драмой. Ведь вдове атошника попросту не за что кормить четверых детей, которые остались без отца. На встречу с нами Тамара Коваленко ехала более 100 километров. Ведь журналиста и ее надежда в поисках справедливости. Всегда при себе у женщины фотография убитого на войне мужа. Это когда он приходил в отпуск, фотографировался на УБД. Михаил пошел в армию в 2015-м. После нескольких месяцев в АТО у него начались проблемы со здоровьем. Но там всем не сладко. Он ходил в наряди, это была зима. Был такой даже случай, что он мне звонил, что температура ночью 39,5. И он был в наряди. Заменить не было кем. Он мне звонит и говорит, что я уже не могу, я або застрелюсь, або что-то себе сделаю, я уже не могу. И на второй день его на ранок отвезли в Красноармейск в госпиталь. После Красноармейска были госпитали Днепра и Киева. В общей сложности на больничной койке мужчина пролежал почти полгода. Потом его комиссовали. Но дома резко стало плохо. Все волонтеры назад отвезли в госпиталь. Принимать не хотели его. С боем приняли, что он не військовослужбовец был. А то, что он инвалид войны первой группы, с боем они его забрали назад реанимацию. Через полтора месяца Михаила не стало. И уже год Тамара и четверо детей не могут оправиться от отраты. Ни морально, ни материально. Но никаких выплат вдова погибшего бойца получить не может. Ведь ее Михаил скончался после ухода из армии. Мы жили, мы работали, мы ни в кого ничего не просили. Мы сами, понимаете, трудились. У нас была нормальная семья. А теперь я осталась сама, с кучей детей. Я никому не нужна. Понимаете? Никому. Абсолютно. По закону семья погибшего военного, пройдя долгий бюрократический путь, все же может получить единоразовую помощь от государства. Эта выплата складывает миллион двести тысяч, станом на травень этого года. Если рассмотреть статью 16, которая регулирует эти выплаты, там достаточно нечетко прописано, кому должна признаться эта выплата. И хотя деньги мужа и отца, конечно, не заменят, но детей тоже как-то надо на ноги ставить. Поэтому Тамара решилась идти в суд. И у нее есть шансы, говорят юристы. У нас прямой причинно-наследовый связок доказывается. Есть соответствующий протокол военно-ликорской комиссии, который указывает, что заболевания так связаны с защитом батьковщины. И такая история, как в семье Коваленко, далеко не единичная. Сотни убитых горем вдовь и матерей просто не решаются идти в суд. Сейчас в Украине суд по этой категории справ уже больше 20 позовов к суду. То есть есть два позитивных решения, где суд обязывает Министерство обороны выплатить эту помощь. В Минобороны не против. Вот только ситуация с выплатами не унормирована законом. Полторак абсолютно правильно ответил, что я ничего не могу сделать, потому что норма в законе этого не предбачает. Но мы понимали, что нужно изменять только закон. Алена Шкрома – одна из авторов законопроекта по выплатам АТОшникам. Держава может показать свою вдячность своим героям только грошима. Держава – это аморфная история. И на самом деле, если держава не обеспечивает, при этом, семьи загибших, то мы не будем иметь сильную боязвестную армию. Законопроекты уже готовы, но все стопорится. Профильный комитет парламента откладывает рассмотрение документа. Хватит брехать людям. Вы не голосуете за бюджет, вы не выделяете эти деньги. Вы говорите, а дайте деньги. Майте совесть. На последнем заседании депутаты засомнивались в платежеспособности Кабмина. Был, хватит ли денег в бюджете. Да и есть вопросы к самим нормам документа. Сейчас в парламенте три законопроекта о выплатах. И пока депутаты спорят, семьи погибших атошников думают, как выжить. Мы остались семьи, женщины, дети. Мы никому не нужны. Понимаете? Никому абсолютно.